Он просто по-другому не умеет сейчас. Там кто? Там Оля. Оля? Оля! Сейчас, подожди. Пойдемте отдохнем вместе. На берег пойдемте. Полим, косим. А я тут нужна? Что тут делать? Что делать? Вопросы всех к начальству. Клони на забор, брат. Наклони ее. Когда приходите купать, то здесь купали. Тоже на берегу? Да я вон Сергею говорю. Да. Одну и там вторая. Полотенками прикрываю девочек. А? Девочек полотенцами прикрываю. Одну и не знаю. Хорошо. Подойдите, Полик. И вы сидите. Можете встать. Я кое-что буду спрашивать, отвечать. Ты домой сильно хочешь ехать? Не очень. А? Не очень. У тебя как лучше? Остаться еще здесь недели на две или домой торопиться? Не знаю. Эти же самые вопросы к маме. Я не знаю, как лучше для спасения моей души. Как Господь правит, так пускай и будет. Определенно. Я не знаю, как лучше. Мне нужно знать, чтобы было все по совести, добровольно и охотно. Если вы оставитесь здесь, значит здесь беспрекословное подчинение. Я ничего не объясняю. Мне не надо объяснять, потому что у меня все вымерено. И каждое объяснение, оно отнимает только время у меня. Вы в 19 лет чем занимались? Работала. Где? И училась. Работала, училась. А в 20 лет? То же самое. То же самое. А работала сколько в подчинении людей было? Не помню. Не посчитать, много. Нет, у тебя в подчинении были люди? Я в подчинении была. Вот так. Я в подчинении или у меня в подчинении? У вас в подчинении. У меня в подчинении люди? Дети. Я преподавала. Ну, преподавала, это не в подчинении. В подчинении, когда даешь работу, а не работают. Вот, допустим, идет стройка дома. Там есть мастера. Мастер участок один, дом большой разбивается, а над всем называется прораб. Не, прорабом не была. Не была. Я в 20 лет был прорабом. Из четырех выпусков, как и били, у нас было только четыре прораба. Остальные мастерами. Прорабом меня поставили, отправили работать в органы МВД. Строго режимный лагерь. А я никого, ничего не знаю, не видал. На меня можно было что угодно делать. Где-то семь месяцев я работал без выходных, в две смены. Каждый день. Помню, один день у меня в распоряжении было 250 человек зэков. А у них так, если сто два процента, сто три, кажется, было. Есть процентная выработка. И он сидит день, ему засчитывается два. В два раза быстрее вернется домой. А если у него сто двадцать один процент, то ему три дня засчитывается. То есть, исправился человек. То есть, у нас разное положение. И поэтому вы, когда мне начинаете... А я тут... Я сказал идти на работу всем. Вы на кухне стоите, говорится. А кухня там нет работы, вы считаете? Все сделали, я уже считать не буду. Меня зачем считать? Одна осталась достаточно какая-то. Вот оно все. Посмотрите, сколько тут человек. Это семья. Одна семья. Менделеев был семнадцатым ребенком в семье. С семнадцатым. Там одному человеку трудно. Еще раз говорю. Мне вот эти... Вы много стали говорить. Мне лишнее время тратить не надо. Поэтому я спрашиваю. Если вы начинаете везде мне противоречить, мне это в тягость. Почему? Я теряю время, а одного оставлять я не хочу. Галя там скамейки ворочает. Что делает? Где-то вы в кухне рыбу щепите, стоите, пробуйте на вкус. Не дело. Мы позавтракали. К еде нельзя прикасаться. Я себе не позволяю и вам не советую. Так, когда думаете уезжать? Билетов уже нет. Остались только на четвертое два билета. Прекрасно. Сколько у вас на билеты денег? Нету. Нету. Я отдаю деньги вам. То есть полную свободу предоставляю. Давай, подходи. Ближе считаем. Держи руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сколько вам на двоих надо, чтобы доехать до дома? Предварительно мы посмотрели, билеты стоят больше пяти тысяч один. Это от Скворнаула до Москвы. И с Москвы до Чернигова мы еще не выяснили, сколько стоит. Ну не больше, наверное, с Янук, до Москвы. Тут 3300 километров. Так, вы в прошлый раз мне говорили, вам на двоих надо семнадцать тысяч. Было меньше, да. Сейчас билеты стали дороже. Двадцать, не больше, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Да. Моего у него рубля нету. Заложите сюда. Кто это дал? Кто деньги дал эти? С Испании. Кто деньги нам эти дал? С Испании женщина. Ирма. 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 Она прислала деньги, я сохранил, я вам отдал. Так? Так. Так. Теперь сохранить как хочешь, билет покупай когда хочешь. Мой совет остается дольше, но беспрекословно выполнять, что я говорю. Мне объяснять некогда. И зачем я буду объяснять, когда я на 10 раз пересчитываю варианты. Вот сейчас поехать на урывку. Я уже второй раз пересчитываю. К Сергею подхожу. Теперь. Скажите, а когда эти деньги надо отдать? Никому не надо никому отдать. А как по воле Божьей правильно поступить? Я же не могу их просто принять и все. Все приняла, все. Уже отдано. Вопрос снятый. Ничего от вас не требуется, кроме благодарности, молитву за Ирму. Меня здесь нету. Так. Дроботы сюда подойдите. Я не знаю, как с вами поступить. Вдруг поступает заказ вас привезти с мамой прощать. Вы уже десятки раз прощались. По всем расчетам она должна была умереть уже раз в 10. Но Бог продляет ее жизнь. Вам ехать абсолютно незачем. Только отрывает время. Но появляется возможность. Сергей Павлович едет, везет батюшку. Я могу вас туда отправить, отпустить. Он привезет и обратно привезет. Правильно? Правильно. Иди сюда. Подойди. Если они поедут бесплатно туда-сюда смозишь, вложу. Вы поедете или не поедете? Думайте. То есть я вас обратно приду. Обычно у меня так. Если уезжает, назад не принимаю. Зачем мне это нужно? Вы быстро заражаетесь и разлагаетесь там. Мне нужно полное послушание, чтобы вы отдыхали по полной программе. Купались сколько хотели. Еще ни разу я вам не отказал, не считая после бани. Не положено купаться после бани в субботу. Только и всего. Или я вам отказывал купаться? Только после ужина? Ну вот, после ужина. Это норма у нас такая. 8 месяцев, дальше мокрые волосы. Не годится так. Если вы хотите поехать. Если вам нужно заранее сейчас созвониться, там у мамы телефон есть или нет. Я вас отпускаю и приму обратно. Но на полную вашу свободу. Кроме батюшки, никого в машине нет. Ты мог бы взять. Оговори все это. Я вас отпущу. Едут они в воскресенье. Но в воскресенье мы едем, у нас экспедиция будет, экскурсия на пасеку. Здесь. Надо ли вам ехать? Когда мне позвонили с Барнула, я сказал, не надо им ехать. Им незачем. Они сегодня приехали, завтра мама умирает. Она при смерти. Опять ехать? Ей разговаривать нельзя. Она не может разговаривать. Единственное, что может брать маленькие кусочки льда и сплевывать. Она не может проглотить. Чем она живет, никто не знает. У нее жидкости нет, или еще ее все раздуло. Уже простились, и наказы были, и снимали там. Я был несколько раз в больнице. То есть, я вам рассказываю, как есть. Не то, что я против мамы. У меня с мамой отличные отношения. Ты девятый год у нас. Девятый год, вы четверо попеременно, ни копейки не взято. Сейчас привезли, какие материалы, чего одеть. Все. Все в вашем распоряжении. Мне надо, чтобы вы были довольны, благодарили Бога. Выберите, какой вариант. Если нет, значит, сидите и молитесь. Матери помощи от вас никакой, кроме заботы. Никакой. А что надо сделать, когда она не недвижимая совершенно? Никак. Что сказать? Я ответил. Я сказал, ехать не зачем. Но сейчас появился человек, который может туда и обратно увезти. Теперь я выношу вам на ваше суждение. Он туда. Отойдите двое. Сходите, подумайте. Он в той раздевалке. И тогда Сергею Павловичу Пупкову скажете. Так, иди сюда, поближе ко мне. У нас с тобой отношение хорошее? Наверное. А на что наверно-то? Я тебе каких только перышек не давал. Еще ласточинное гнездо обещал, мама разрешит или нет. За деньги отвечаешь сама. Где положить, как хранить. Я хранил их. В определенном месте, где никто не нашел. Я даже ложусь спать и думаю, а если пожар? Я первым делом туда должен залезть. Вытащить деньги из-под пола. Скорее спрятать, чтобы Марина была спокойная. Сейчас у нас сегодня 19 июля. 12 и сейчас, очевидно, идет. Я хочу, чтобы вы были одинаковы. От кухни с сегодняшнего дня постараюсь вас убрать. При вашем желании. У меня пока хватает там. После воскресенья, там вопрос будет другой. Три на такой вот повар, ну атащи. Слишком. У нас 10 детей было. 12. С матерью, с отцом. 13-я бабка. Отец без руки. Мать одна. На кухне никто никогда не был. Никто никогда. От рождения до смерти. Вот я знаю возможности человеческие. Какие. Я когда работал перед армией, в органах-то, я домой не ходил. А холодновато. А столярка была. Я столярке сделал гроб. Наложил в них опила. Они там, эта столярка делала гробы для того учреждения. И в этот гроб взял, палочку положил, чтобы не до конца. Он не видно. И там я и спал. Ну а уборщица приходит рано, утром убирает. Возле гроба-то идет. А я крышку-то поднимаю из крышки. И она чуть на мое место не легла. В этот гроб-то. В захолосе села возле ведра. В любой обстановке нужно найти наилучший вариант. Ты сама подумай, как, чтобы с мамой было в согласии. Вам не надо советы между собой? Нет. Нет. Все тогда. Ты маме полностью доверяешь? Она тебя довезет. Астахова книги получила? Да. Все. Ко мне какие претензии? Нету. За работу. Так, хлопцы. Давайте, потому что мы питаемся от огорода. Мы не на продажу не готовим ничего. Поэтому полоть, значит, полоть. Девушки, дорогие. Может, встанем? Ой-ой-ой-ой. Ну, дыбки, дыбки. Вот, наконец. Ох, встали. Все. Вон, ножки там помощите. Все. А потом, когда все сделаете, Володе или кто скажет, идти домой, скажи, можете бросить жребий. А жребий бросается так. Вот, допустим, вы сорвали. Одна длинная, вот такая бывает, вот такая вот. А другая коротенькая. И вот давай. О, отлетела. О. Вот. И вот так вот сделать, чтобы ее не видно было. Вот, кто вытянет длинную, тот первый. Первый, что? Две. А вот кто? Длинную, вы, 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 кто будет тянуть? Можно я? Я, я, я. Ну, да, Тимоша доверяем? Да. Давай, Тимоша. Тяни. А какую надо? Тя-я-я. Мальчики. Да. Девочки, мы погоджим. Мальчики первые, но они быстро искупаются. Да, мы подальше покупаем. Так, все на огород. Девочки, все. Пошли. Дядя Володя. Я к вам не пойду мешать сидеть, потому что основное я выполнил. Все, лучше сделать. Все, нормально. Я не подгонял и не ходил. Положи, чтобы... Тарас, вы нас дали. Типа вы немецкого полчаса. Не отдавать. Деньги Астахову не отдавать. Тай мой куриный. А ты не готова. В прошлый раз. Тармаган. Значит, Дарсина, бери варенье, что тебе надо с тобой, чтобы было. Варенье там, что, слышишь? Что тебе надо, буйки? А это, ну, поленья, постараюсь ластащимное гнездо дать. Друзья, это Максиму Никрутенко книги. Ну да. А Николай Астахов, который в России мне покупал билеты. Он покупал билеты? Да. На сколько? Шесть. Ну это я и про то, я не знаю. Кому вы должны были привезти Новый Завет? Это который из Украины, Максим Никрутенко. Ну все. А с этим я разговор не вел. Вы же переписывали, что мы у него одалживали деньги. Я у него одалживал. Нет, нет, он говорит, я за свой счет сделал это. Я, говорит, сделал сам это. Не в долг? Не в долг. Никаких долгов нет. Ты поехал абсолютно свободная. Пошли, молодец. Он для Бога сделал, он хотел сам приехать, но его куда-то выстрел, он думает, может, там невесту, говорит, найду. А можно попросить еще какую-то помощь, и там закончилась электронная регистрация в Москве? То есть надо пойти пешком, скажите, что тебе нет. Я не знаю, это не отвечаю. Уже все, больше не отвечаю ни за счет. Долг выбрать. Постарайтесь как-то обойтись. Если кто-то в долг возьмет, думайте, как рассчитать. Я нахожу кутырикисты, просто надо там своими ногами сходить. Делайте как-то, обдумайте. Не знаю, меня уже нет, я полностью рассчитался. Хорошо. Что можно, я отдал. Я бесплатно послал на вас на кош, называется, на питание, на все. Или за молоко, ни за счет не платить, я оплачу. Как мне относиться к этим деньгам? Как милостыня. От Бога. А десятину мне надо отдать? Не надо. Не платится. Она уже оплачена. Все. Так, на работу. Я пойду, отнесу, положу. Не надо, не надо, спрячь. Где это? Еще деньгами, потому что отдельно. На дорогах кто ограбит. Стук я тебя какой-нибудь тыквой по голове-то. Давай. Что тут делать? Вон там расскажут тебе. Кто там старший? Левя, кто старший у вас? Ну и не дай работу человеку. Давай. Что делать? Что делать? Дай работу. Можете, братья, что нам делать? Слава Христу.